Друзья, ролик в подобном формате я снимаю впервые, поэтому я действительно надеюсь на вашу поддержку и понимание. Короче, в данном ролике присутствует мат, офигительные истории и просто ламповость. Короче, в данном ролике я вам расскажу, как я снимаю, как проходит процесс съёмок, на что я снимаю, потому что мне частенько спрашивают в комментариях, чувак, какой у тебя микрофон, звук на что ты пишешь, что у тебя за камера стоит. Я попытаюсь показать своё плюс рабочее место, действительно, что это за место, что это за сейф. Про который много раз, я не знаю, в кадре или не в кадре, но похуй. Я расскажу, что это за сейф, про который много-то кто спрашивает, и почему я не боюсь снимать домушников, почему я не боюсь снимать железный ревизор, почему я вообще не боюсь снимать подобные ролики, что мне настучат по тыкве. Я обо всём этом расскажу, также расскажу про свой компьютер. Я знаю, я от всех заебал уже своим компьютером, но я про него тоже расскажу. Короче, иными словами, я решил сделать такой небольшой малайф-ролик. Я не знаю, понравится он вам, друзья, не понравится. Не знаю, блин, мне не нравится то, что у меня в контенте образуется какая-то, скажем так, стена между мной и зрителями. Я хочу быть максимально открытым перед зрителями. Иными словами, друзья, если вам понравится такой формат ролика, где я просто открытый такой, какой я есть, без всяких закидонов, без всяких охуительных каких-то терминов, да, по технической части, без всяких хибунутых обзоров, именно просто лайф, вот такой блог. Короче, если вам понравился данный ролик, обязательно поставьте лукас и обязательно пишите об этом в комментариях, то что, я думаю, просто мне будет приятно, я это прочту. Собственно, это само моё рабочее место, за которым я записал не один десяток роликов. Почему я не меняю данный компьютерный стол? Друзья, я давно, на самом деле, хочу сменить свой компьютерный стол, но я не могу найти предложение, которое бы меня полностью устраивало. То есть, иными словами, знаете вот таких долбоёбов, которые носят одни и те же джинсы? Вот они у них уже полностью порвались, они уже все грязные. Но, блядь, чувак будет до конца жизни, походу, их носить. Несмотря на то, что у человека даже есть деньги на новые. Та же самая херня и у меня. Если я с какой-то вещью очень долго нахожусь, то она прикипает к душе. И да, ставь лукас, если ты тоже ходишь в старых джинсах, и тебе нравится пёсик с огнетушителем. Ну, а теперь по порядку. Сейчас то, что вы видите, это микрофон Samsung L1U Pro. Именно на него пишется тот голос, который вы сейчас слышите. Данный микрофон стоит от 7000 рублей. Правда, я сейчас показываю микрофон без приставки Pro, но разница между этими микрофонами, я так понимаю, только в выходе под наушники. Вообще, раз я решил записать такой откровенный ролик, как кто я и что я есть и где я живу, то слушайте. И нет, блядь, я не собираюсь полить свой адрес. Живу я на самом деле в однокомнатной квартире, которую я снимаю. Именно поэтому тут достаточно такой, ну скажем так, не совсем презентабельный вид. То есть, если у вас мнение о том, что если ты ютубер, у тебя больше 200 тысяч подписчиков, то у тебя по-любому, сука, президентские хоромы. Так вот, если вы так думаете, то вы пиздец, как сильно заблуждаетесь. И нет, я сейчас не прибедняюсь, я более того скажу, что бывают действительно очень денежные предложения, от которых, к сожалению, я отказываюсь. То есть, например, совсем недавно на июль хотели выкупить всю рекламу за 5000 долларов. А если точнее, то за июль мне нужно было сделать просто 5 преролов. Преролл это 20 секунд рекламы в начале ролика. Сука, так вдумайтесь, 5000 долларов. И знаете, я отказался. Да, я иногда во сне чувствую себя полным долбоёбом, но такова судьба. Бинарные опционы рекламировать я не буду. Кстати говоря, вот этот телевизор, который вы сейчас видите, я купил благодаря вам. А если точнее, то раньше я проводил стримы, на которых, собственно, мне люди задонатили на данный телек. И вот этот компьютер, который снизу стоит, собственно, тоже благодаря моим подписчикам. Я до сих пор помню, как мы собирали те 100 тысяч рублей на стримах для того, чтобы собрать этот компьютер. Я не буду двуличным долбоёбом, если я скажу, что подписчики для меня сделали куда больше, чем все люди в этом мире. Потому что практически вся техника, что есть в квартире, куплена благодаря подписчикам. А это, кстати говоря, та самая камера, на которой я всё снимаю. То есть, если вы хотите заняться ютубом, то можно сказать, что это минимум то, что вы должны купить. В данный момент, конечно, я задумываюсь о покупке GH5, но стоимость, блядь, пиздец, как кусается. Собирать деньги на стримах, уж на камеры, я думаю, будет не совсем этично, потому что и так подписчики для меня сделали слишком многое. Но это, собственно, сам стеллаж и тот жёлтый пиздюк, который стал символом канала. Честно, не знаю, в какой момент у меня появилась та ебанутая мысль поставить миньона в кадр. Но согласитесь, он чертовски охуительный, просто неотразим. Ставь лукас, если тебе нравится жёлтый пиздюк. Итак, мы же с вами понимаем, что вы ждёте какой-то охуительной истории. Так вот она, видите вот этот ободранный угол в комнате? Короче, история такая. Я дикий арахнофоб, я очень сильно боюсь пауков. Мне кажется, что если паук какой-нибудь заползёт ко мне под футболку, и я это замечу, то я за секунду полысею во всех возможных местах. Короче, в тот момент мне ничего не пришло в голову, как взять дейзик и поднести туда зажигалку. Да, ребят, именно в ту секунду я думал, что это единственный способ, единственный и надёжный способ убить того паука. К сожалению, потолок со мной не согласился и загорелся. Вот вам охуительная история, как Бригман себя чуть не жёг. Ну а теперь мы с девушкой делаем ремонт в квартире, который почти сделан, осталось только сделать потолок. Кстати говоря, признайся, ты же хотел увидеть мою киску, а у меня их целых две. К сожалению, дальная кошка не обладает разумом и интеллектом. Она способна полтора часа, я сейчас причём не преувеличиваю, закапывать своё говно в лотке. Возможно, это одна из причин, почему я сейчас не стримлю. Итак, дальше по поводу устройств. В данный момент я держу в руках Zoom H1 плюс петличка. На этот комплект я записываю в выпуске Железный Ревизор и всё то, что снимается на улице. Ну либо то, что снимается у данной стены у стеллажа. Сам же рекордер стоит практически от 7000 рублей. Это, грубо говоря, тот минимум, который вам будет необходим, если вы захотите заняться Ютубом. Если что, друзья, то все ссылки на Е-каталог я оставлю в описании. И это не всё. У меня в квартире имеется целых два компьютера. Второй компьютер, мягко говоря, не компьютер. Это достаточно устаревшая печатная машинка, которая иногда у нас играет в роликах именно от того агрегата, к которому приходят компьютерные мастера. Да, это именно тот компьютер, который так активно пытался починить первый компьютерный мастер в рубрике «Домушники». Честно, я даже не помню технические характеристики этого компа. И ещё раз в этом ролике мы с вами так общаемся по душам, то я хотел затронуть совсем немножко одну тему. Ребят, скажите, как вы думаете, действительно, чем занимается обычно блогер? В понимании многих блогер тупо нихера не делает, записывает видосики и рубит капусту. То есть, действительно, многие люди думают то, что блогер нихера не делает и зарабатывает на этом кучу денег. Я могу сказать обратное хотя бы чисто про себя. Да, Ютуб это не работа. Да, Ютуб это хобби. Но Ютуб не выглядит так, что ты просто пришёл, сел за компьютер, записал видосик, залил его и заработал кучу денег. Для того, чтобы записать видосик, нужно подготовиться к съёмкам. Далее ролик нужно записать, очень грамотно смонтировать. И только после этого ты его публикуешь. Но на этом всё не заканчивается. Ты после публикации ещё часа три, ну по крайней мере я точно, просто сижу и читаю комментарии. Стараюсь и на них отвечать, но иногда просто не успеваю. Но я прям без угрызений совести и без пиздежа скажу, что я 90% комментариев на всём своём канале я прочитал. Более того, вы же не хотите видеть на канале шлак, какую-то ахинею и просто хух, снятую хуйню ради рекламы. Нужно регулярно сидеть и думать, реально думать, что записать. Более того, друзья, признаюсь, для того, чтобы записать кидал авито, у меня уходит от трёх до пяти дней. Ну а для того, чтобы записать железный ревизор, у меня уходит один-два дня, но я тико рискую попасть под суд. Потому что с юридической точки зрения очень много есть нюансов. Ну а про домушники я вообще промолчу, я тут рискую не просто времени потерянными судами, я тут рискую получить по башке. Кстати, по поводу чёрного ящика. Уважаемые знатоки, что в чёрном ящике? Там находится то, благодаря чему я не боюсь снимать свои видосики и лицензия на сам этот предмет. Вообще, друзья, это первый ролик на нашем с вами канале, вот такой вот открытый, спокойный, я не знаю, где... Вот я спокойно рассказываю то, что я хочу рассказать. И честно признаюсь, я не знаю, зайдёт он, не зайдёт, я не знаю, приятно ли вам будет смотреть его или нет. Я говорю это к чему, если вам действительно понравился такой формат ролика, то я могу их выпускать, но поддержите лайком. И если этот ролик соберёт 10 тысяч лайков, то я обязательно выпущу ролик на какую-то прикольную интересную тему наподобие этого. Где я также не буду цензурировать то, что я говорю, я не буду задумываться о том, что много ли мата я сказал или ещё чего-то. Можно ли было рассказывать эту охуительную историю или ещё что-то подобное. В общем, ребят, 10 тысяч лайков и будет подобный видос. Но ежели будет дохуя дизлайков, то значит я для подобных видосов не был рождён. И да, если кто-то не понял посыл данного ролика, то объясняю. Друзья, старайтесь оставаться теми, кем вы есть. То есть старайтесь... Блин, короче, иными словами. Я не буду, блин, какие-то заумные термины говорить, что-то охуительное рассказывать. Просто нужно быть тем, кем я есть. То есть я пришёл на Ютуб более открытым человеком. Сейчас я стал каким-то более, не знаю, скованным. Вот нужно видоса снять, вот рекламодатель, тут это, это, это. И канал теряет действительно вот эту вот изюминку. То есть мне действительно похер на просмотры. Мне действительно похер на количество подписчиков, там, что он растёт. Я знаю, что есть люди, которым приятно меня смотреть. И которые ждут от меня более открытых роликов, более роликов интересных, где более жизненные какие-то ситуации разобраны, ещё что-то. А у меня канал скатывается, я не знаю, блин, во что. Ну, то есть он такой какой-то официальный уже становится. Я не хочу быть официальной персоной, я не хочу, блядь, быть дохуя умником. Я хочу быть простым человеком. Поэтому этот ролик имеет место быть. Короче, я надеюсь, вам данный ролик понравился. В любом случае, такие ролики редкость на моём канале. И поддержите меня, поставьте лукас. На этом всё, друзья, с вами был Бригман. Всем удачи до новых встреч и увидимся совсем скоро. Всем пока!